В основном в хоппере придерживаются правила, много скорости не бывает, но иногда случаются ситуации, когда без замедления не обойтись. Может, бывало такое, что вы пролетали сквозь почти всю карту, а потом попали на какое-то с виду легкое и простое препятствие, но так и не смогли его осилить. Всем привет, ребят, с вами Линк, и сегодня мы с вами поговорим о торможении, сложных ситуациях, о выходе из них и о других полезных вещах. Торможение. Чаще всего я, конечно, бы советовал набрать как можно больше скорости и просто пролететь препятствие, или же зраутить его, вместо того, чтобы замедляться. Но бывает такое, что в очень узком коридоре нужно контролировать свою скорость, и очень часто в таких узких коридорах почти невозможно облететь блоки сбоку, так как эти участки требуют замедления без слишком большой потери скорости. Или же карта сделана так, что набирать приходится не больше или меньше нужно значения скорости, а что делать, если скорость уже набрана выше лимита. Здесь на помощь приходит одна техника, которая при правильном использовании может вам помочь замедлиться, не потеряв слишком много скорости. В узких коридорах, к примеру, часто облетать сбоку негде, но есть достаточно места для стрейфов. Поэтому, если у вас слишком много скорости, попробуйте начать двигать мышь чуть быстрее идеальной скорости движения мыши, меряя глазомером расстояние до блока и сопоставляя с этой дистанцией свою скорость, чтобы приземлиться ровно на этом блоке. Как только вы достаточно замедлитесь, долетаете до блока и восстановите свою скорость стандартными стрейфами, главное, чтобы вам осталось скорости долететь до следующего блока. Научившись такой технике торможения, узкие секции в хай-тир картах станут намного легче. Это первая техника, торможение с помощью быстрых стрейфов. А вот вторая техника, это уже использование стены для торможения. Она достаточно небезопасная, и я советовал бы использовать ее исключительно в раутах. Исполняется она направлением камеры в сторону стены, под непрямым углом, и либо нужно зажать кнопку стрейфа в противоположной стене, либо же просто отпустить кнопку стрейфа вообще, что я бы не советовал делать. Используется эта техника в ситуациях, когда времени мало и нужно оставить много места для следующего стрейфа. Отлично показано использование этой техники в видео от игрока Roger под названием BeHup 2018, в его прохождении карты BeHup Waterfall под тайм-кодом 2423 и 2449. Ссылка в описании. С торможением в общем-то все, а вот со стенами еще нет. Поговорим о сложных ситуациях и об их решении. Бывают ситуации, когда длинный блок поставлен у стены, места для разгона почти нет, а дальше нужна скорость, к примеру, как на седьмом стейдже карты BeHup Null. Чтобы набрать скорость в такой ситуации, попробуйте добраться до середины этого блока, и направив мышь в одну из дальних сторон этого блока, сделайте один длинный стрейф, направленный на противоположную сторону. После повторяйте этот процесс до тех пор, пока у вас не наберется достаточно скорости, чтобы пропрыгать дальше. Если же вы попали в ситуацию, где блоки маленькие находятся у стены, идея примерно та же, не смотрите в сторону стены и разгоняйтесь одним стрейфом, это должно помочь. Следующая ситуация – это серия окон. Проблема окон заключается в том, что в их прохождении существует несколько стадий, без которых пройти их очень сложно. Первое – это набор скорости, которая в итоге не должна быть слишком большой. Второе – это правильное приближение. Приближение к окну должно быть примерно параллельным, а не перпендикулярным, как изначально ожидается. Причем оно должно быть рассчитано так, что когда вы почти приблизились параллельно к нужному окну, по высоте вы должны быть за миг до приземления, так как этап номер три – прохождение сквозь окно – требует резкого поворота в сторону окна, ставя камеру перпендикулярно до тех пор, пока вы не ударились об пол и не выйдете из зоны этого окна. Не поставив камеру перпендикулярно, вы рискуете удариться головой, а потолок упасть. Последний четвертый этап – это U-разворот. Обычно его делают в ту же сторону, из которой вы изначально подлетели в сторону первого окна. Сколько вам лететь до разворота зависит от набранной вами скорости. Понимание требует практики конкретной серии окон. Есть подобные в структуре с окнами препятствия, но с другой задачей. Это секции и блоки с низким потолком над ними, с прыжком после. Отличаются от окон большой территории и с потолком. Такие препятствия сложны тем, что они играют с вашим таймингом прыжков, заставляя переучивать его и реагировать на блоки быстрее обычного. Сначала нужно влететь внутрь этой территории, идея та же, что и с окнами. Летим параллельно, когда по высоте подходим, залетаем внутрь. Дальше два варианта. Первый – импровизация с концентрацией на прыжки. В этом случае придется потратить много времени, чтобы научиться попадать по блокам и понимать, когда происходит толчок от земли. Ощущается, как будто вы только начали бы хопить. Второй вариант – это зараутить это место, фокусируясь больше на то, когда и куда направлять камеру, чем на какие блоки прыгать. Проблема обоих способов в самом конце препятствия. Там вас будет ожидать выход из потолка, что с раутом или без него дело достаточно нелегкое. При импровизации вам нужно поймать момент, когда вы оттолкнетесь от края и не ударитесь потолком, а при рауте вам нужно иметь одинаковое, скажем, зараученное количество скорости, чтобы не перелететь край или не удариться о потолок. Довольно часто на бэхоп-картах можно встретить лестницы, и не менее часто с лестницами вас могут потребовать ледерджамп. Прыжок с лестницы на дистанцию. Это, к сожалению, не моя стихия, поэтому я советовал бы найти отдельное видео козэшеров-экспертов, но могу сказать, что если вы поставите камеру перпендикулярно лестнице и будете смотреть вверх, то нажав клавишу стрейфа, которая ближе к лестнице, и клавишу W, вы подниметесь по лестнице быстрее обычного. Далее довольно интересное препятствие. Невидимые блоки с подсказками об их нахождении над головой. Здесь часто все забывают о правиле новичка. При импровизации пытаетесь облетать блоки сбоку. Здесь это правило очень спасает, так как раутить такие секции и желание не у каждого. Поднимаем в камеру вверх и прыгаем, как всегда прыгали, применяя те же правила. Не смотрим на блоки по прямой линии, только сбоку. Ну, в общем-то, на этом препятствия и заканчиваются. Также хотелось бы упомянуть о Jump Canceling. Это техника, которая позволяет сократить время прыжка и начать следующий прыжок, если существует разница в высоте между блоками. Техника достаточно полезна при раутах и находит применение на ступенчатых уровнях с низкой высотой. Выполняется она в состоянии зажатого Control. Перед блоком, который находится в высоте, совершите прыжок и направьтесь в его сторону. И когда вы будете над ним, отпустите Control и как раз, как только отвлокнетесь от земли, летите на следующий блок, зажав Control. Цикл повторяется сколько угодно раз. Если говорить отдельно о зажатом Control, то это довольно полезная клавиша. Возможно, вы уже заметили, что вам легче прыгать, когда вы прыгаете с зажатым приседанием. К тому есть причина. Этот факт известен довольно не всем, но когда вы прыгаете с зажатым Control, вы всегда прыгаете выше, чем без него. Хотя кажется, что наоборот. К тому же, при зажатом Control вы ближе к земле, что делает навигацию гораздо проще и слежение за блоками упрощается. Еще одно применение Control, это когда вы, летя с зажатым Control и имея много скорости, можете долететь и даже перелететь спокойно до дальнего края ближнего блока. Но никак не долетите до следующего блока из-за нехватки скорости. В этом случае вам следует отпустить Control и прыгнуть на дальний край этого блока. Таким образом, ваш следующий прыжок будет дальше, если вы снова зажмете Control после прыжка и вы ничего не потеряете. И последнее, о чем мы поговорим, это рампы. И речь идет в основном о рампах, у которых наклон менее 45 градусов, то есть те, на которых нельзя автоматически серфить. В прошлом видео я уже говорил о том, что с помощью перпендикулярных относительно наклона прыжков можно набрать скорость. Но это не единственное свойство рамп. Конкретно, при условии, что у вас хватает скорости, если чуть позже момента перпендикулярного приземления перед или на рампу вы отпрыгнете от нее и резко направитесь в сторону вершины рампы, то вместо того, чтобы сделать дополнительный прыжок, эта рампа позволит вам засерфить по ней вверх. При этом, чем сильнее наклон, тем больше скорости потребуется. Также есть такое свойство, что если вы залетите на рампу на большой скорости в направлении склона, то есть большой шанс, что вы начнете скользить и начнете терять скорость. Чтобы избежать скольжения, попытайтесь направить камеру как можно дальше от вершины рампы, прыгая вбок. Ну что ж, на этом, в общем-то, и заканчивается серия урока для продвинутых. В последней части для экспертов мы обсудим много теорий, техники и информацию, которая может быть полезна для начинающих спидраннеров по банихоп. Надеюсь, вам было интересно. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok